Большое спасибо. У меня мышка будет работать отсюда? Джордж Садовский сказал, что предсказания очень сложны. Я сказал, потому что вы не работаете в отделе безопасности. Работая в отделе безопасности, все предсказать очень легко. Будет хуже и хуже. Очень кратко я хочу сделать то же выступление, что я делал два года тому назад. Я немножко обновил информацию, но изначально я выступал на конференции БИЦ и сделал это заявление перед финансовыми учреждениями Соединенных Штатов, сказав следующее. Мы уже упоминали это неоднократно. Те, кто не помнит прошлого, обречены на повторение его ошибок. И когда я делал это выступление первый раз, мы говорили о том, что ДНС – это распределенная база данных, у которой есть свои клиенты. Поэтому ваши именные сервисы зависимы от многих вещей, в том числе создавая вашу уязвимость по отношению к атакам. Например, открытые резолверы, которые используются для выявления атак ДНС, создают колоссальную ширину полосы. Вчера, когда мы говорили об атаке МРА, мы говорили о том, что сами по себе устройства создают колоссальный потенциал атак за счет увеличения ширины полосы. От чего же вы завидите? Вы зависите от операторов доменов верхнего уровня, от хостинговых операторов, от операторов резолверов, от АСПИС, от частных операторов сети и, собственно, от всех устройств, которые недостаточно конфигурированы и недостаточно приспособлены к тому, чтобы противостоять атакам. Как мы говорили вчера, абсолютно все, особенно если идет речь об использовании сервиса и имен, уязвимо к атакам. Будут несколько противоречивых моментов в моем выступлении, потому что ваша безопасность зависит не только от вашего поведения, но и от поведения других сторон, которые участвуют в процессе. Сегодня я хочу подчеркнуть следующее. Нам нужно перестать думать об этом в терминах самозащиты. Нужно принять глобальное мышление. Одна из самых серьезных проблем с сервисами по защите от атак ДДОС. Вы пытаетесь остановить возможность наступления только в самом конце цепи. А на самом деле место происхождения этой атаки находится в совершенно другом месте. Там и нужно защищаться. Много лет назад была пожарная перегородка Firewall, разработанная юным студентом из Стэнфорда, доктор Стевен Салаш. Сейчас он уже преподаватель в Южно-Калифорнийском университете. И он использовал источниковый сквелч и произвел анализ, описанный в целом в ряде статей. Познакомьтесь с ними. И вот как студент он создал эту пожарную стенку, которая занимается подавлением источника и борьбой с нападениями на уровне источника. Это непростая задача, но решаемая. Я думаю, что нужно больше обращать внимание на сотрудничество, на понимание роли каждого игрока и создание такого пакета по борьбе с атаками, поскольку мы сами не являемся источником атаки. Также речь идет об обмене информации между самими разными сторонами. Часто сложные процессы, часто люди, которые страдают от атак, не знают, кому обратиться за помощью и не знают, с кем вступить в контакт в случае необходимости. В 2014 году и 2015 году я говорил, что атаки дзидоса будут продолжаться и увеличиваться в масштабах и по частоте. В 2015 году была атака на корневой сервер 35 гигабайт в секунду. Следующая в несколько раз увеличилась по сравнению с предыдущим практически вдвое всего за полтора года. В два раза более серьезная атака. Необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, это добровольное принятие передовых практик, далее саморегуляция и, наконец, действия по суду. Посмотрим, как эта система работает. Критика, обращенная в адрес добровольного приятия передовых практик. Это связано с затратами, поэтому многие отказываются от этой идеи. Нет никакой мотивации, и организации часто не осознают ценность этих действий. Для этого нужно изменение нашего мышления. Если думать о каких-то, как BCP36, источник валидации адресов, это важно для подавления атак. И здесь очень медленно развивается принятие этих передовых практик на добровольной основе. Два года назад я спросил у людей, очень уважаемых в этой индустрии, что нам предпринять. Том Джампник, который работает в интернет-сторм-центр, сказал, Он сказал, что только часть этих ресурсов нужна на усиление безопасности, которая тратится на соблюдение других регуляторных правил. Он сказал, что на эти обязательства уходит больше средств и ресурсов, чем если ты занимаешься саморегуляцией. Так что лучше идти на это добровольно. Нам доктор Джон Снайдер, который работает в этой области уже давно, сказал, что это и является той формой поощрения, которой должны пользоваться люди. Пол Викси, многие из вас знают его, Он сказал, что нужно начать подавать в суд против несоответствующих BCP-38, ASP, если они добровольно не соблюдают всех существующих требований. Это должно быть предметом судебного разбирательства. Все в коммерческой индустрии боятся следующего. Вот здесь на слайде показано то, к чему, вероятно, придется прибегнуть. Если правительство не проводит государственные аукционы с принятием заявок, получается слишком дорогостоящим соблюдение устанавливанных ими норм. Для того, чтобы сделать это заседание более интерактивным, давайте обсудим, какая должна быть линия отрыва, когда мы должны сказать, что здесь достаточно, здесь вы обязаны принимать на себя какие-то правила. И как этого добиться? Чуть-чуть выполнить функцию адвоката дьявола. Я сейчас буду каждому из докладчиков задавать вопросы, которые я не буду просить ответа прямо сейчас, но в ходе дальнейшей дискуссии хорошо бы эти вопросы осветить. Если мы исходим из того, что для Дэйва вопрос, связанный с атаками на инфраструктуру ДНС, является достаточно критичным и важной угрозой, приоритетом, то я с развитием интернета вещей, я не могу понять, как можно самоорганизовать холодильники со стиральными машинами, а самое главное при этом еще против них активно выступать судебными исками, с тем, чтобы они не участвовали в этих дидос-атапах. Как можно вот с помощью тех методов, о которых вы говорили, преодолевать те угрозы, связанные с возрастанием вероятности масштабов частоты производства дидос-атак в эпоху интернета вещей? Судиться со стиральной машиной мне, например, сложно. Поэтому просьба продумать ответ на этот вопрос в ходе дискуссии. Не надо отвечать сейчас. Я передаю слово представителю нашей региональной регистратуры.